Гатчинский музей-заповедник – один из красивейших дворцово-парковых ансамблей России. Живописный рельеф и родниковые озера позволили создать в этом месте удивительный по красоте пейзажный парк, центром которого стал неповторимый по своей архитектуре дворец-замок, творение архитектора Антонио Ринальди. На протяжении веков облик дворца менялся, Винченцо Бренна и Роман Кузьмин перестраивали дворец, следуя требованиям эпохи и новых владельцев. Изысканные интерьеры парадных залов представляют собой совершенный образец русского классицизма рубежа XVIII-XIX веков. Их великолепие и роскошь в сочетании с изумительной лаконичностью отражают тонкий вкус первого венценосного владельца дворца – императора Павла I. Темный таинственный подземный ход, появившийся еще в XVIII веке, ведет из дворца на берег Серебряного озера, откуда в прежние времена можно было отправиться на прогулку в парк. Дворцовый парк Гатчины – один из самых красивых и загадочных пригородных парков Санкт-Петербурга. Создавая рукотворные ландшафты на основе естественных хвойных массивов, возводя парковые павильоны, архитекторы и садовые мастера прошлого сумели вдохнуть образы европейского зодчества в императорские владения и преобразить суровую северную природу. Собственный сад, укромный уголок Гатчинского парка – любимое место отдыха туристов, где можно послушать пение птиц, укрыться от зноя в тенистых галереях и обрести состояние покоя. ПЕРЕСТРУЮЩИТArt ПЕРЕСТРУЩИТА Павильон Венеры на острове Любви — романтический уголок Франции в Гатчине, прообразом которого стало подобное сооружение в поместье принца Конде в Шантии. Березовый домик — павильон шутка, пасторальный каприз XVIII века, за простыми фасадами которого скрывается роскошь и великолепие. Особенность дворцового парка в Гатчине — возможность многократного панорамного обзора с разных уровней. Чудесные виды открываются как с водной глади озер и прудов, так и с береговых аллей, насыпных горок и террас. Гатчинский парк не оставляет равнодушным никого, ведь каждый может здесь найти то, что близко именно ему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова